МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Решение есть». Проект, основанный на реальных героях и порой нереальных историях. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте, решение точно есть. Человек с удочкой на берегу водоема сегодня – это уже не столько добытчик, сколько любитель природы и спокойного отдыха. А настоящим любителям дорога не столько личная удача, сколько нормальная и полноценная жизнь любимых рек и озер. Особенно, когда у них неожиданно появляются новые хозяева. Поощряя частную инициативу, государство разрешило предпринимателям брать в аренду водоемы. Но благо это или нет для простых рыбаков. Чем может быть вреден арендатор, соблюдающий не все условия договора? И как вообще арендовать озеро в Беларуси? Сегодня в программе. Страсти вокруг озера. В Столбцовском районе конфликт интересов. В центре внимания – 14 гектаров воды. Здесь надо создать будущее, а не заборами городить и панов этих самых растений. Люди хотят справедливости. Нас будут поджигать, нас будут выкуривать, нас будут там рыбу всю вытравливать. Что поссорило местных рыбаков и нового арендатора водоема? Вы ходите с ружьем, угрожаете местным жителям, не разрешаете ни купаться, ни ловите рыбу. Просто ли в Беларуси взять водоем в аренду? Арендодатель перед тем, как прийти, он делает биолого-экономическое обоснование. То есть там очень четко прописывается, какие виды рыб он будет зареблять, что вообще имеется по факту и вообще весь перечень каких мероприятий здесь будет выполнено. Кто на самом деле мутит воду в пруду? И возможно ли мировое соглашение? Особенности национальной рыбалки смотрите прямо сейчас. Арендовать белорусские водоемы коммерческие субъекты стали относительно недавно. Для обычного человека, привыкшего вольготно сидеть с удочкой в любом приглянувшемся ему месте, подобная практика, конечно, была в диковинку. И, мягко говоря, понимание у большинства рыбаков не вызвало. Где-то любителям стали запрещать рыбачить в арендованных озерах и реках, а в некоторых случаях частники не разрешали даже купаться, ссылаясь на право собственности. Вызывало нарекания и аренда водоемов в населенных пунктах. Местным жителям трудно было согласиться с тем, что в своей деревне или поселке они уже не могут бесплатно пользоваться озером, на берегах которого выросли. Но с 29 июля в Беларуси вступили в силу новые правила любительского рыболовства. И в числе наиболее важных изменений как раз запрет аренды водоемов в населенных пунктах. Рыбалка в таких местах должна была стать бесплатной. Но оказалось, что должна и стала не всегда последовательные действия. Как раз с такой арендаторской проблемой к нам обратились жители Столбцовского района. Доведенные до отчаяния люди говорят, что в округе практически не осталось ни одного бесплатного водоема. А новые правила здесь будто и не читали. Ловись рыбка и большая и маленькая. Сразу же вспоминаешь это выражение из народной сказки, когда смотришь на водную гладь озера Забродье в Столбцовском районе. Водоем площадью в 14 гектаров раскинулся зеркалом вблизи одноименной деревни. И хотя осень уже полностью вступила в свои права у кромки озера, то тут, то там рыбаки кутаются в бушлаты и лихо забрасывают удочки. И в этой осенней красоте каждый второй местный возвращается на 30 или 40 лет назад, вспоминает, как в детстве на этих берегах ловили карасей и щук. По правде сказать, еще недавно сельчане любили отдыхать на побережье водоема, удить рыбу, чтобы затем насладиться вкусом наваристой ухи. Однако в нынешнем году сезон закрыт. Живописный сельский пруд, вид на который открывается прямо из окон домов, вдруг стал яблоком раздора. А все дело в том, что озеро попало в частные руки. И новый хозяин, по словам местных, не позволяет рыбакам приближаться к водоему даже на пушечный выстрел. Я на огород не вышел, чтобы я не стоял при озере, чтобы мы не ходили при озере, не любовались, не отдыхали. Старый человек, ему 84 года. Он пришел прямо от своего огорода, сел на эту самую, этот же опять охранник. Пришел, ну что, дедушка, почему тут ловим? И он, ну как я вот это самое, что ничего не поймал, ничего это самое. Вы должны, и он говорит, а что они пришли на дамбу? Я говорю, да мне уже старый, куда я уже пойду? Нет, вы должны прийти на дамбу, мы вам укажем место. Владимир Васильев тоже не скрывает недовольства. Озеро многие годы было местной достопримечательностью. Жители населенного пункта гордились тем, что их дома стоят рядом с береговой линией. Да и отдых у водоема вызывал много положительных эмоций. А рыбалка какая была. Тут такие караси водились, пока вот не осушили, щуку запустили крупную, она выбила всю рыбу. Вот сейчас начала немножко восстанавливаться флора. Нельзя человеку влазить в это дело. Сдается в аренду. Собрание, которое надо было провести до сдачи в аренду, провели эффективно, потому что половина людей не знала об этом. После того, когда уже решение было принято. Когда любое дело начинается с обмана, это дело не имеет перспективы. Владимир, как и его единомышленники из числа деревенских жителей, винит во всем местной власти. Мол, было озеро, да сплыло. Смущает людей и сам факт передачи водоема в аренду. Они сомневаются в законности процедуры. Любой депутат, который представляет власть народа, именно народа, и председатель райисполкома, и его замы, они должны всего о людях думать. Они выслушали этого арендатора будущего, видя, что по схеме населенный пункт граничит с водоемом, значит, там есть люди, значит, у людей есть какое-то мнение. Они не удосужились спросить у людей, а как они к этому относятся. Как человек, представляющий власть народа, пошел против целой деревни, зная, что это последнее пошаговое озеро, где можно бесплатно порыбачить. Ну куда поедет этот пенсионер, который ходит с палочкой, и у него радость посидеть, это последняя, может, радость и жизнь. Местный житель Иван Корницкий вспоминает, как этим летом пережил много неприятных минут. Рассказывает, что пришел на озеро туда, где привык купаться, собирался охладиться в водоеме, как пожаловал арендатор пруда с требованием немедленно удалиться. Еще одна местная жительница делится своими переживаниями с журналистами. Говорит, что если раньше в засушливую пору, когда пересыхала вода в колодце, воду беспрепятственно черпали из водоема, то сейчас к живительной влаге доступ просто перекрыт. Эти инциденты окончательно подогрели и так раскаленную обстановку в деревне и вынудили сельчан обратиться в редакцию программы «Решение есть». Поэтому сегодня у озера собрались десятки жителей Забродья. Их возмущению нет предела. Вторая сторона конфликта – арендаторы водоема утверждают, что спасли пруд от неминуемой гибели. В подтверждение слов показывают вот эти кадры, снятые на мобильный в конце июня этого года. Мы не сами пришли, захватили озеро. Мы выдержали процедуру, полностью процедуру документов. Нам предложили, мы взяли. Мы вообще взяли на процентов, наверное, 90 – это меценатство, потому что изначально сюда нужно очень много вложить. Это однозначно. У нас очень большое вложение сюда. Мы пока ничего, и мы не зарабатываем, как предоставляют люди, что мы тут деньги гребем, понимаете? Мы его изначально облагораживаем. Мы запустили очень много. План мероприятий мы выполнили полугодовой. У нас стоят беседки, нам их не дают выставить, потому что нас там жгут, нас будут поджигать, нас будут тут выкуривать, нас будут там рыбу всю вытравливать. Арендатор называет местных хулиганами, а те, в свою очередь, утверждают, что нельзя запретить рыбачить на водоеме, который проходит через все село. Вспоминают Конституцию страны и свое право на благоприятную окружающую среду. У нас по Конституции написано, что все это народное. Здесь надо создать будущее, а не заборами гранить и панов этих самих растить. Люди хотят справедливости. И мне написали, вот вы так активны, боретесь, потому что у вас, наверное, я могу даже представить, есть скрытый личный интерес. Нет, потому что меня отец учил не быть равнодушным человеком. Самая страшная беда и оружие, и вообще эта беда, это когда человек равнодушен. Мне ничего не надо, мне хочу просто сесть и поймать рыбку бесплатно. Арендаторы, в свою очередь, утверждают, что местные лукавят. Никто и никогда не ограничивал им доступ к водоему, а все происходящее – ничто иное, как межличностный конфликт. Мы никому ни разу не запретили ни бесплатно ловить, ни отдыхать, ни даже купаться. Да, рыбу, которую мы запустили, например, там карп, толстолобик, они ловят, ну, у них 50% скидка, по факту. У них 5 килограмм, получается, они вылавливают без проблем. Та рыба, которая была здесь, пожалуйста, в неограниченном количестве сидите ловить. Нам нужно контролировать расход рыбы. Вот мы запустили, например, 5 тонн, нам нужно ежедневно, мы ведем документацию, сколько мы рыбы вылавливаем. У нас единственное было требование, что мы вас очень просим, вы придите, скажите, что я там пойду ловить туда, и придите, покажите, если вы словили нашу рыбу, покажите, чтобы мы могли отметить, сколько у нас рыбы. У нас движение нас проверяют, понятное дело, чтобы мы могли план мероприятий, оборот рыбы делать и так далее. А вы ущемляете наши права. Мы говорим, мы чисто по-человечески, нам нужно знать. А вот этот вот Корницкий, у нас с ним очень с самого дня первого, потому что он на работу к нам. Нам нужно трудоустроить, было 4 человека местного населения, не местного, а столбцовского района. Мы трудоустроили, он, конечно, в нетрезвом виде пришел, когда мы зарыбляли, 23 числа открыли. Он, возьмите меня на работу. Мы говорим, нет. После этого я вам и строю такую войну, что вам не покажется. Вот с этого дня у нас эта война. На этих видеокадрах как раз таки и запечатлен процесс зарыбления. Иван Корницкий и правда выглядит вполне себе довольным. Ну на меня ж посмотрите, фотографирую вас, фотографирую вас, фотографирую вас. Но то ли рыбка оказалась не золотой, то ли еще какая кошка пробежала между мужчиной и арендаторами. Факт остается фактом. Сегодня Иван Иосифович уже на стороне местных жителей. Активно подписывается под каждые коллективные жалобы во всевозможные инстанции. Госконтроль, раз, прокуратуру, два, налоговую, три. Все ответы приходили в районный исполнительный комплект, райисполком. Райисполком, отписывая нам ответы, тоже у меня есть, я могу вам дать, если хотите почитать. Отписывая нам ответы, что у них все нормально, урны стоят. И когда я рыбаков спрашиваю, говорю, хлопцы, а куда вы в туалет ходите? И они мне говорят, ну как, кусты. Так я говорю, да-ка там же на том берегу, там что-то есть в туалет. Ой, дядька, пока я дойду до того берега, так я уже тут такую рыбку можно поймаю. Было собрание, приседатель сельского совета деревнянского, она говорила, они наведут порядок. А получилось наоборот, я к ней тоже ездил, говорил, что а где же там порядок, когда там бумага куча. Я говорю, костры, оставляют, они выкапывали картошку, воровали дрова, тоже люди есть, которые могут подтвердить. Картошку выкапывали специально у меня. Было максимальное количество проверок от областных, республиканских. Вы постарались, молодцы, мы со всеми познакомились, из КГБ, из прокуратуры, все хорошо. Ведь после стольких витков конфликта, теперешние хозяева озера формально могли и вовсе отказать местным бесплатной и льготной ловле рыбы. Но не отказали, а деревня Забродье все равно гудит. Смотрите далее. Борьба интересов и здравого смысла. Когда смешались птицы и рыбы. Почему у вас находилась вот там, где у вас сейчас вольер для собак? Утка, дикая утка. Силовой сценарий. В бой идут одни старики. Можете побить, ***, этот телефон. Нет? Побить или не надо? Где грань между законом и беззаконием? Оно не находится в черте населенного пункта. Правда, небольшое расстояние, но 10 метров за чертой населенного пункта. Дело не в рыбе или мутная история. Все подробности Забродского конфликта сразу после рекламы. Не переключайтесь. Встреча у пруда длится вторую часть, но найти общий язык не получается. Тут же к диалогу подключаются приехавшие на место представители местной власти. Люди от вас были представители. В кабинете председателя районного исполнительного комитета нас пригласили. Мы вас просили. Для того, чтобы урегулировать конфликт, давайте разумное, конструктивное предложение, чтобы вы внесли, что надо... Я вам скажу. Вы должны внести, что, по вашему мнению, должен сделать арендатор, чтобы урегулировать этот конфликт. До сих пор в адрес ни районного совета, ни райисполкома, от вас предложение не поступило. Как можно выстроить нормальный диалог с арендатором, если вы нам не даете предложение? Но местные ничего и слышать не хотят. В ответ на один довод чиновника у людей 10, и не все из них порой обоснованы. Почему нам приходит летом арендатор и запрещает детям расположиться на территории, где эта земля не арендатора. Это находится земля сейчас вообще деревного. Мы можем также взять эти участки себе в аренду до 5 метров. А вы сейчас нам рассказываете, что вы поставите там беседки. А вы у нас просили. Мы не хотим ваших беседок. Почему у вас находилась вот там, где у вас сейчас вольер для собак, утка, дикая утка? Вы ходите с ружьем, угрожаете местным жителям, не разрешаете ни купаться, ни ловите рыбу. Арендатор, в свою очередь, напоминает, что в этом озере запрещено было купаться уже давно. И это вовсе не прихоть, а в целях безопасности. Впрочем, местные не раз нарушали правила. Нанятые владельцами озера охранники делали десятки замечаний, и предупреждали купающихся о штрафах, но сталкивались, по их словам, лишь с непониманием, а порой даже агрессией. В нашем распоряжении оказались вот эти кадры, снятые на мобильный телефон одного из работников охраны. В кадре уже знакомый нам Иван Корницкий. Озера ваше не будет никогда в жизни, б***ь, можете побить, б***ь. Этот телефон мне? Побить или не надо? В тот раз мужчине, попытавшемуся нарушить запрет, пришлось по жалобе арендатора заплатить штраф в размере трех базовых. Сумма по сельским меркам немаленькая, но признать свое не совсем корректное поведение Иван Иосифович не смог даже перед объективом нашей камеры. К аренде озера этот факт, конечно, не относится, но как минимум можно судить о честности мужчины. Я когда-то проходил, после того, даже когда меня этот самый, и оскорблял этот бубен, но у меня не было на той момент телефона, я был дав плавка, что они там вам говорили, что там я танцевал, или что это еще обман. Основной конфликт в том, что они держат обман. Они говорят одно, а делают совсем другое. Вот на данный момент сейчас вы уедете, уедете от райсполкома, то есть все они специально будут делать назло людям. Еще одна претензия местных, но уже к чиновникам, заключается в том, что, по их мнению, озеро только недавно утратило статус деревенского. Отчуждение земель произвели в апреле 2022-го, а уже в мае передали водный объект в руки бизнесменов. В этом году вышло постановление запретить сдавать, категорически запретить сдавать водоемы, находящиеся вблизи или частично, или полностью граничивые с населенными пунктами. И не надо тут шагами вымерить. Достаточно было взглянуть на план и понять, что нельзя было это озеро сдавать в аренду без согласования с людьми. Данное озеро в деревне Забродье, оно находилось в республиканской карте схемы, начиная с 2015 года. Ну и вот оно на сайте райисполкома было размещено. И, значит, арендатор увидев, ну и обратился в районный исполнительный комитет, Столбцовский, чтобы взять данное озеро в аренду. Значит, никаких нарушений законодательства при подготовке соответствующего проекта решения районного совета депутата, а готовила управление сельского хозяйства, не было нарушено и в соответствии с законодательством сдано в аренду. Оно не находится в черте населенного пункта. Правда, небольшое расстояние, но 10 метров за чертой населенного пункта. С 2014 года границы населенного пункта не изменялись. Получение данных объектов, которые включены в карту схему эту, осуществляется по определенному алгоритму. То есть человек пишет заявление, предоставляет весь перечень документов, соответственно, сессии совета депутатов выделяются, то есть не управление по сельскому хозяйству, не председатель районного исполнительного комитета, а сессия совета депутатов, и депутаты уделяют уже, принимаются решения, сдать озеро в аренду или не сдать. Арендодатель перед тем, как прийти, он делает биолого-экономическое обоснование, то есть там очень четко прописывается, какие виды рыб он будет зареблять, что вообще имеется по факту, и вообще весь перечень каких мероприятий здесь будет выполнено. Действительно, взять озеро в аренду сегодня можно. Для этого нужно не только желание, но и доказательство того, что рыболовные угодья будут использоваться по-хозяйски, а не расточительно. Что бы ни получилось, как в той поговорке, чем дальше в лес, тем больше дров за деятельностью арендаторов наблюдают. Когда мы выезжали сюда на проверку, уже было на тот момент около 15 тысяч белорусских рублей, они оплатили в товарную рыбу, зарыбили на 15 тысяч. Сейчас я уже не знаю, может уже и больше, но на самом деле люди заинтересованы и работают, чтобы потом оказывать достаточно услуги. Это озеро сдано для рыбоводства. Что такое рыбоводство? Это содержание рыбы, значит, выращивание на водных объектах. Это рыбоводство. А рыболовство, естественно, это уже процесс, когда цель разведения рыбы предусматривает уже сдачу под рыбную ловлю. У него есть бизнес-план, и потом она в промышленных объемах должна будет на реализацию поступать. Арендатор все-таки предпринял определенные шаги по благоустройству, наведению здесь порядка. И вы видите, здесь и мостики, значит, и подъездные пути благоустраиваются, и мусора вокруг озера нет. И у него есть соответствующий план благоустройства данного озера, который в течение ближайшего года будет реализован. Предпринимателю доходов, казне налогов, а что нам, спрашивают рыбаки. Мы приходили к ним с разговорами, что давайте, что вы что-то хотите, давайте мы сделаем вам пляж, давайте мы сделаем вам горки. Мы хотим сделать показательные, мы хотим сделать детские горки, детские песочницы. Мы хотим поставить им там беседки, чтобы они все отдыхали, да. Зона отдыха должна быть, не дают, понимаете, бесконечно. Там гоняют, вытрясают мусора, вызывают ГАИ. У нас грязь, у нас страшно. К слову, это не мешает наслаждаться тихой охотой приезжим рыбакам. Их местные пейзажи и предоставляемые услуги вполне устраивают. К тому же добрую славу озеро Забродье вместе с ним и арендаторы приобрели благодаря тому, что регулярно устраивают благотворительные чемпионаты по рыбной ловле для лиц с ограниченными возможностями. Я являюсь рыбаком профессиональным. Сюда приезжаю часто, очень часто. И предложил арендателям, говорю, у меня инвалиды есть группа, называется «Рыбалка без границ». Говорю, предоставить ваш водоем на рыбалку. В чем они бесплатно согласились. Огромные молодцы, потому что езжу каждую неделю. Ну, раз в неделю обычно приезжаю, как работа заканчивается. И с каждой недели что-то новое. То мостики, то там мостики выставили. Сейчас беседочки строят. Вообще красавцы. Я спрашивал, может, чем-то им помочь. Ничего не хотел. А далеко ездите? Откуда ездите? 107 километров. Прямо сюда? Да. Один раз приехали, один раз меня знакомый позвал. И все, и начали сюда ездить. А что слышали о конфликте с местными жителями? Может, наблюдали какие-нибудь цены? Ну, честно говоря, назвать конфликтом – это тяжело, потому что это какая-то клоунада. И вот я стою, мне просто обидно то, что людям реально нечего делать. Они так хотят нагадить. Реально хорошим людям. Арендаторы очень хорошие люди. Почему? За что? Вроде сделали порядок. Вроде и пускают их, ну, не ограждали забором. Но все равно они плохие. Почему? Неизвестно. А как рыбалка? Рыбалка отличная, только вот своими орами все расплали мне всю свою рыбу. Что ловит? Щука. Сегодня приехал на щуку, а так две недельки назад приехали на карпа. Отловились хорошо. Ребенок, сестра моя, Ангелина, сколько ей, 7 лет, на поплавковую удочку достала карпа на 600 граммов. Если верить данным статистики, то в Столбцовском районе порядка 50 водных объектов, где рыбаки могут заниматься любимым делом. Из них 29 водоемов предназначены для рыбоводства. И лишь в 13 из них для рыбалки нужен абонемент. У нас есть достаточное количество озер, которые сданы в аренду. Они находятся еще ближе, примыкают к населенным пунктам. И люди, местные, очень довольны. Потому что постоянно озеро выкашивается, осуществляется на ведение порядка. И они в любое время, люди, когда приходят, даже местные, они знают, что они поймают рыбу себе на сковороду. Надо арендатору сесть за стол переговоров с местным населением. Потому что, чтобы они друг друга услышали. Пускай они выдвинут требования, какие надо, что надо сделать арендатору. Власть допустила непростительное антинародное решение. Мы требуем, чтобы озеро вернули нам, чтобы это было бесплатное озеро, доступное всем. Мы, короче, против аренды. Сама аренда копеечная. Вот они за год заплатят копейки. Это с двух рыбаков взял оплату и заплатил. Там 0,1 гектара базовой величины. То есть он заплатил вообще копеечные эти самые. Выловит большую рыбу всю, которую он сюда не зарыбливал. Если тут даже все это законно, но все равно моральный принцип нарушен. В целом по республике на сегодняшний день арендуется около 350 озер. Третья часть того, что определено государством для этих целей, и включено в соответствующий перечень. Представители противоборствующих лагерей, если можно так выразиться, так и не пришли к общему знаменателю. Дележка пруда продолжается. Кому достанется водоем и станут ли мутные воды прозрачными, покажет время. Мы будем следить за развитием событий. Каждый год инспекторы природоохраны фиксируют сотни случаев нарушения правил рыболовства на арендованных водоемах. В отношении рыбаков составляют протоколы, а юридических лиц привлекают к административной ответственности. Но несмотря ни на что, некоторые арендаторы любят отнять и разделить. Есть факты, когда вопреки закону водоемы оказывались чуть ли не в полной частной собственности. Вообще аренда – очень скользкий вид предпринимательства. Нарушений и злоупотреблений здесь больше, чем положительных моментов. Да и по мнению большинства рыбаков, она и не нужна вовсе. Куда разумнее сохранить и развить имеющиеся природные ресурсы. Эту тему рыболовы постоянно поднимают в интернете. Чем платить неизвестному дяде, многие предлагают создать общество любителей рыбалки на каждом конкретном озере. Оно без всякой аренды и промыслового лова. На членские взносы станет заботиться и о водоеме, и о рыбаках, и о рыбе. Но все это лишь слова. В то время как любители культурного отдыха своим совсем некультурным поведением превращают арендованные водоемы в настоящие свалки. А сами арендаторы лишь потирают руками в ожидании выручки. Арендовал – значит отвечай за свое озеро и за порядок вокруг него. Такой принцип предполагает государство, когда передает в аренду предпринимателям водоемы. Да, к сожалению, некоторые из них не всегда способны обеспечить должные условия, но стоит признать, что намного больше проблем возникает в тех случаях, когда у озера вообще нет хозяина. Другое дело, что каждый из арендаторов должен быть еще и настоящим хозяином, бережливым по отношению к водоему и гостеприимным с людьми. Это был проект «Решение и есть свои истории». Отправляйте нам на электронную почту или звоните по телефону горячей линии. И помните, неразрешимых проблем нет, есть не вовремя принятые решения.